приветствую всех любителей большого брата всех любителей праздника хэллоуин всех любителей мира танков и вот на в этот раз на хэллоуин нам они придумали новый режим мирный 13 давайте сейчас я вам расскажу как в него играть чтоб прийти не обделаться чтобы не подвести команду вот тут вам дается на выбор танки вы выбираете их почему-то некоторые мне вот не дают последний нам потому что может у меня их нет в ангаре не знаю в общем вот так ваш командир дохлый который после каждого боя восстанавливать не сутки я от выбрал цербера нём стэшка приятен на нем поедем в бой смотрите написано собирайте мириум с уничтоженных целей то есть нужно уничтожать врага и с него вам будет даваться там грубо говоря цифры волат это такая база вот она 06 куда нужно вести этот запас ваших циферок так сказать ребят потому что чем потому что чем быстрее вы соберете это количество на волда циферок но мириума этого называемого такого продукта он вот в левом верхнем углу будет у каждого светиться сколько кто набрал и общее количество частном к воду к первому нужно 80 этого мириума собрать то есть убивая врага обязательно убивая врага но стараться не терять если вы погибнете вы потеряете в свой этот мириум он останется лежать на его может собрать конечно ваш союзник если догадается но может и не догадаться третье у меня уже два появилось все это зависит от нанесенного урона сколько вон урон нанесли той машине которую убила столько вы получаете этого мириума пока вот у меня 4 сейчас вот этого добьем 6 стала ну и подсказочка идет когда уже нужное количество все собрали мы сами видим что у нас сейчас в левом верхнем углу надо 80 мы собрали 16 команда и у каждого там 62 и прочее лучше ездить вместе не отдельно честно потому что чем дальше чем труднее разные виды врагов здесь будут на первом этапе они не такие сложные тут вот эти вот типа т-43 ездит такие вот тр-43 типа итальяшек каких-то они не очень такие как вам сказать серьезный так мы уже 11 набрали нормально у нас есть до двое по 11 45 еще 4 пока мы как бы приличное количество стараемся вести вот 45 набрали мы из 80 общего сейчас можно ехать в сторону базы там все равно будут эти ворожины еще раз повторяюсь не нужно носиться одному где-то там уезжать следить за временем нужно следить за этими цифрами и под конец под конец надо обязательно чтоб все все под конец времени когда набрали оказались вокруг волода в кругу чтоб перейти в следующий раунд если один опоздает не подъедет где-то будет прошляпит то он будет уничтожена игра проиграна это будет не очень весело так и нормально я собрал уже 14 общая 64 мы и еще немножко в общего набрать 74 можно ехать сдавать уже первый круг пройден будет так 79 но в принципе ребят все можно ехать к самому мире ум этому волону 94 мы аж набрали часть перенесется наверно следующий потому что кто вперед приедет сдаст этот режим интересный конечно колонну чем она относится я не знаю больше марсианский какой-то такой не зря и название мирничать мирный 13 более космическому так я свое сдал так 75 на 59 еще осталось сдать давайте 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 ребят 49 осталось сдать 47 все первый этап пройден сейчас мы все залезем внутрь этого круга 0 8 у мире ума этого волна все пошла по вторая фаза во второй фазе нужно делать то же самое ничего ребят не изменилось но просто уже нужно собирать 240 они 80 то есть вы сами понимаете и ездить опять же видите как бы взводами это быстрее можно убить врага быстрее получить этот мириум вот у меня три штуки даже осталось прошлого раза потому что если есть по одному вас убьют и вы будете сидеть ждать вы сможете возродиться только в том случае если ваши союзники пройдут вторую или там третью фазу и в следующей фазе вы возродить в этой уже нет а им будет труднее то есть на один танк меньше поэтому старайтесь не убиваться так неплохо мы 75 уже собрали 105 уже собрали есть тут разные виды танков вот это пока легкие есть зайцы это типа луча которые убегают от вас они улетают надо успеть их убить есть один неубиваемый их командир он лучом красным стреляет на него нападать не надо вы не пробьете ни в корму никуда но еще увидим моего просто надо от него убегать и есть круглые бомбы такие круглые они на вас едут на таран взрываются и вас с собой уносят вместе с взрывом с этим их надо заранее просто стрелять на подъезде их она им придет а это вот такие же танчики как и мы второй уровень он тоже не очень сложен на самом деле ребята так вот сейчас будем стрелять главное тоже так же мансуйте как любой игре это же боты они могут стрельнуть не туда чтобы у вас побольше хп состава оставалось у меня половину уже нету так 30 набрали 146 общего всегда следите за левым верхним углом 240 надо 168 то что лишнего тоже собирать не надо время тратить время ценно он три минуты осталось например ехать до этого волода еще далеко а вы там собираете убиваете а уже давно все набрано так 168 240 я вот еду уже к своему володу по той причине что думаю сейчас здесь еще попадутся враги и мы их поубиваем и как раз нужно количество наберем надо еще около 70 ну или этот хотя бы сдадим если нас убьют хотя бы не потеряем вот он наш волок не знаю почему так назвали так 02 это 02 сейчас сдам свои 33 штуки здесь появятся враги так же 168 ребят над вот они эти зайцы лучи они убегают они не стоят на месте с ними хуже драпают дай боже там просто-напросто сразу от вас и опы уносится так чего нас получается 0 по нулям у всех мы сдали 57 осталось набрать сейчас вот этих лучей постреляем 57 ребят из 240 неплохо мы сыграли второй раунд но не тешь себя надеждами что тут так все легко это просто команда попалась первый раз я играл это второй мой бой вообще первый раз я играл каждый ездил сам по себе и мы даже первую фазу не прошли набрать то набрали но один чувак где-то катался не приехал и итоге не довез своего мирю мы этого и мы проиграли так отъезжаем чуть назад так вот на думаю на этих мы наберем как раз тут осталось 49 57 55 и еще все ребят можно ехать сдавать доставьте накопленный мирюм квалту все мы набрали даже больше 73 а вот он вот он ребят про которое вам говорил от него надо валить вот от этого не стреляйте в него зря даже патроны не тратьте никуда вы не пробьете это их самый главный чувак я пробовал и в корму к нему заезжал и куда только не стрелял в первый раз урона ему не нанесете действуйте командно самое главное и следите вот за этой карты которые вверху 86 57 у нас еще и на следующий раз останется более тридцати сейчас сдадим сейчас дадим и нормуль пойдем на третий этап наверное да я думаю 3 будет там самый мощный там наверное вот эти взрывалки будут которые на тебя будут катиться чтобы взорвать тебя так 16 осталось но сейчас кто-нибудь довезет и надо чтобы все вместе в круг в этот стали как в песне дети дети встаньте в круг встаньте в круг встаньте в круг ты мой друг и я твой друг на так он один у нас еще не доезжает 8 секунд осталось давай чувак а то ты не успеешь их она надо чтоб все были в кругу 3 секунды все третья фаза ребят нормально мы прошли 29 у нас еще осталось но тут уже надо 400 набрать тут уже надо 400 набрать я смотрю куда все поехали поэтому сначала посмотрел куда поехал один ну и все за одним тут команда попалась дружная насчет этого поэтому мы как говорится побеждаем то бывает разъезжается как в первый раз все разъехались кто куда не смотрели друг на друга поэтому победой мы не были обеспечены поедем сейчас сюда сейчас здесь возродятся эти боты да он на их куча целая и будем их долбить эти уже посерьезнее смотрите это скорпионы они по 400 будут снимать главное не погибнуть главное не погибнуть тогда просто боже бесполезен так пока я мериума не заработал мог другим стрелять стрелял но убивать не убивал так вот этого надо добить сейчас я убью и заработаю да вот целых 21 ребят 21 мериум сразу же я заработал 142 у нас из 400 есть вроде неплохой результат но время менее четырех секунд в четырех секунд гри 4 минут едем дальше опять же едем вместе зачем вот этот назад поехал он что-то там увидел не добитоши какого-то мы втроем здесь один выпал у нас одного убили видите внизу у него шкала не горит санта басов или саша басов там что такое написано он погиб но ничего страшного постараемся за него из-за того парня как говорится успеть нужно от стараться конечно не лезть на рожон тут даже пишут потому что иначе хана вот они эти маленькие зайцы они убегают их надо успеть убить иначе просто так убегут и ничего не заработаешь так дай кому всяку есть что-то не мне досталось как был 21 так и есть нам не я убил 27 он дали мне за что-то вот они вот они эти бомбы ребята если она катится на тебя валите их она сразу взорвется крис соприкоснется с вами так взорвется будет больно так 220 тысяч четырехсот основная то есть понимаете да смысл игры убивать соперника меряем это собирать и вести к володу к базе за определенное количество времени стараться чтобы вас не убили на рожон не лезть потому что тогда вы весь свой мир и он потеряете и подведете команды вот таким вот образом вовремя за три минуты видеть следить за карты мини карты и следить за количеством собранного мириума больше не надо собирать чем нужно вовремя нужно подъехать его сдать и заехать в круг так две минуты остается но у нас не хватает и прилично причем ли не хватает 150 90 только сдали над сорочником ехать видите одного у нас нет потом после того как мы сыграним пойдем конечно в ангаре еще рассмотрим какие награды нам за это дадут какие плюхи ну вот такая вот игра и надо понимать что только лучше действовать как взвод ездить вместе набирать получать эти плюшки так вот тут вот есть нам надо чё 0 47 ну 47 ты немножко осталось тот нами чувак еще подъехал сдал так здесь мы наберем 33 но это ребят все только минута остается правда так 48 все 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 на базу все на базу тут вот тут главное не затупить минута остается у нас 48 мириума 61 даже и меня я думаю меня убили до меня убили меня убили пока говорил главное чтобы ребята у них 115 все равно из 47 сейчас надо им подъехать на базу 40 секунд остается сдать это и тогда будет или следующая фаза или победа вот если следующая фаза вот уже 190 они бы нафиг не нужны уже давно можно ехать и сдавать 30 секунд ребят 30 секунд надеюсь они поняли что надо все бросить да вот поехали к волону не к сожалению грохнули но это бывает без этого никуда не денешься я доставил свою часть мириума но то они последний довезут тут они везут тоже целых 190 на на 47 7 секунд я думаю они все втроем успеет за 7 секунд заехать в черту и или четвертая фаза или победа все победа ребят мы вернулись домой победили всю эту нечисть или не знаю марсианскую нечисть как это кэллоуна привязанная не знаю этот режим понятия не имею сейчас посмотрим результаты с вами после этой победы результат конечно шокирующие как после первого раза если ты то же самое то неплохо вот победа смотрите 90 тысяч кредитов 900 опыта 25 какого-то еще этого опыта свободно вот я 146 мир ему принес 17 уничтожил нанес урона 11000 346 неплохо командиру там заработал одну монету тут пятьдесят тысяч заработал на общем вот такие вот результаты этот свободный опыт 25 вот монетка командиру халява короче которая 50 тысяч пройти вторую фазу прошли мы и и здесь какие-то еще награды 500 материи одна монетка и это еще что это прочитаете на паузу поставить тут краска какая-то так победа командно ну командно вот так вот сто сорок шесть да я четвертый по приносу ноль потерял мы не гибли то есть не те вообще не теряли 17 уничтожено то есть второй по уничтожению я иду и сейчас пойдемте в этот сам ангар посмотрим что в ангаре там напишут именно про режим более внимательно почитаем с вами чтобы одно дело я вам показал рассказал может быть кто-то на просто на почтение лучше воспринимает чем на слух все красивый такой ангар потрясный до мирные 13 вот какие-то тут свидетельства мы получили за это всю байду сейчас давайте посмотрим чего за свидетельство мирный 13 вот он слышали что-то только все не придут к решению все так далее там подобное что тут печатать полностью но ребят кому надо поставьте на паузу читайте эту полностью письмецо и фрейта разоборского это одна вторая только часть я не хочу его читать это слишком долго нудно вот так все свидетельства здесь что у нас свидетельство катастрофы играйте в режимы мирный пишут ладно фиг на вас нам она сильно то и не надо так а событие вот давайте о событии с вами поговорим условия победы события мирный пройдет с 26 октября по 9 ноября условия победы уничтожайте противника собирайте мириум заполняйте волос как я говорил командиры и награды улучшайте командиров попал получайте монеты получайте особые награды бой изучайте местность всегда и где-то вы ответе ищите найдете что-то интересное на наверное дети кружочки дальше мириум ну тут вот все написано подобрать вы может что-то другое если вас убьют то есть вот в кружочке написано сколько вы везете о чем я вам рассказывал если вас уничтожить то весь накопленный мириум выпадет ее может подобрать любой союзник если еще раз догадается дальше волот сохранение это что добавьте к володу определенное количество за определенное время это все в принципе я вам объяснил что за определенное время определенное количество мириума надо довести в обязательном порядке для того чтобы нам как говорится не проиграть и пройти дальше вот здесь снаряжение какое можно заработать и поставить далее персональные условия это какие-то воодушевление но это посмотрите даже понять не мечуть такое свидетельство и вот противники ерши противные которые на вас едут и взрывается охотники достаточно бронированные тайки зайцы которые от вас убегают потом москиты машины с невероятно точным и мощным оружием стражи танки со средней броней как правило но они в зонах волота стоят чтобы вы не подъехали и альфа эта техника с достойным бронирование крайне опасным вооружением это типа т-34 или может быть пт-шки который как даст даст вам по альфе и неуязвимый вот их командир которого просто невозможно друзья убить он лучом стреляет уничтожает вас вы им ничего не можете сделать него просто надо валить и все рекомендации выживших вот планируйте маршрут командная работа и концентрированная атака всегда должна быть еще раз планируйте маршрут едьте вместе всегда работайте команды и следите за тем сколько вы уже собрали со временем вот можно выбор сложности выбирать 1 звездочка 2 или 3 это по сложности награда за бой увеличивается если сложность больше что делать между боями у ваших командиров не стальные нервы они там по 20 часов отдыхают тут есть стимулятор и можно восстановить сразу командоса усилитель опыта увеличивает заработков то но вот стимулятором он появляется и вы его используете и все награды вот такие двухмерный стиль памятные значки отличие лично и элитная техника событий если там мы магазин мирного можно там всякую шляпу купить вот таким вот образом ребят пишите свои комментарии по этому режиму мне он в принципе очень понравился достойно и как говорится удачи на той стороне а с вами был кимиев один давайте долбите всех врагов и удачи в этом режиме всем пока пока